Капец, Ксюха такая жирная в этом платье. Нафиг она вообще в нём фоткается? Дима, и тебе привет! Ксюха! Привет! Как дела? Да чуть не очень, знаешь? А что такое? Да что-то желуди принесли невкусные, нихера. Думаю, в грязи поваляться, а ты похрывать немного. Она ещё слышала меня? Конечно слышала, придурок. Сейчас, Ксюха, повиси немножко на линии, я Диме кое-что скажу, ладно? Дима, ты что, придурок? Я разговаривала с ним по фейстайму. Да я откуда знала? Думала, ты фотки смотришь её. Вот ты вообще без мозгов, а я ей позвонила, чтобы пробить место для Артемия в садике. А ты всё запорол. Ты думаешь, мне хайфово с этой змеёй разговаривать? Вы там определите, свинья я или змея. Ой, всё, а! Блин, что-то так некрасиво получилось, как мы теперь без садика? А я могу ещё годик дома посидеть. Годик? Ты что, с ума сошла? Ксюша? Ксюша? Алё, не слышно. Алё, Алё, Ксюш? Ксюш, ты тут? Ксюша, ответь, пожалуйста. Алё, Ксюша? Ты слышишь меня, котик? Котик? Котик это пиздец просто. Котик. Всем салам, Алексус. Я тут лазил по сайтам и смотрел разные видео и заметил такую проблему, люди постоянно где-то застревают. Чаще всего это случается с девушками. Давайте представим типичную ситуацию, которая случалась с каждым. Вы застреваете в перилах лестницы дома и конечно же с внешней стороны. В этих ситуациях не нужно суетиться, просто вытащите голову. Всё просто. Я вообще не понимаю, почему существует такая проблема. И кстати, девушки, если вы попали в подобную ситуацию, никогда не зовите на помощь своего сводного брата или отца. Всем удачи, не застревайте. Гадалка? А ты в гороскопы не веришь, завела? Это всё бред. Это всё просто нас хотят им ваннуть. Верь в свою реальность. Я никому не верю. Я никому не верю. Подожди, кто там? Привет. Ты кто? Я та, которая знает о тебе всё. Молодая девушка ебётся, белые волосы бухает с подругами. Фу, ты что, письку три дня не била? Откуда вы все знаете? Я знаю всё, но тебе порчи. Сколько? Да хуя. Сыруйца сюда неси. Где-то было. Вот, на. Смотри внимательно. Видел? Да. Хуй на лью. Ну ты ебанашка, конечно, редко. Смотри, я такой дебилка. Чё ты так смотришь? Да вот смотрю на тебя и не пойму, то ли меня тошнит от бургера, то ли меня тошнит от тебя. Ну чего ты так расстраиваешься? Ну подумаешь, родился неудачником, что теперь? Чё ты там печатаешь-то, а? Да я пытаюсь найти в гугле вымирающий вид. А тебя нигде нет. В моей жизни было много потерь, было много неудач. Самая моя главная неудача – это ты, сынок. Да я всё прекрасно понимаю, что ты любишь пожрать. Конечно, не надо себе ни в чём отказывать. Откажи себе в себе. Давай вот напоследующих с тобой закрепим, да? Закрепим весь наш диалог и вынесем из него то, что ты – мразь. Пока. Милая, ты понимаешь, что я последняя девушка в твоей жизни? Бэйби, кто тебе сказал? Мое украшение – это мое движение. Но кто тебе сказал? Кто, кто? Я сказала. Кто придумал, что тебя? Ой, Лен, здрасте. Оленька. А чё это вы делаете? Ой, а ты посмотри, сколько пенсиянили. Нужно при переезде осталось. А деткам в радость, подарочки на вырост. Видно, что нужное. Видно, что не нужное. Так прям видно, что это всё нужно. А, всё, вижу, вижу, что не нужное. У меня офтальмолог хороший есть, нужно? Ага, не нужен. Давай берём. А когда вам рожать уже? Ой, нет, я на карантине не буду. Я не хочу, чтобы нас белки рецепировал. Потерплю пару месяцев. Сколько у вас карантин проходит? Ой, не спрашивай, сложно. Старшеньки везде телевизор смотрят. Так, Димочка целый день от сиськи не отрывается. Димочка, это ваш младшенький? Димочка, это мой муж. Я слышала, у нас многих будет сокращать. А у меня маточка сама сокращается. Вот так вот, хоть бы у всех такие сокращения были. Хоть бы нет. А у нас соседи коронавирусом заболели. Да вы что? Так и мы надо, вечно стояли в подъезде, курили, воняли. Вот их божий пинокас, а, да? Ну да. А ты можешь мне тоже что-нибудь купить? А то я без маски, меня в магазин не впустят. Я думаю, как всё это пройдёт, сразу запишусь в спортзал, а то я что-то себя вообще на карантине запустил. А, жарко. Холодно. Слышишь, а если я без перчаток, ничего страшного? В смысле, уже месяц прошёл? Закалипали эти комары. О, дай тоже антисептика. Опять дождь. Зря на самом деле все вышли на улицы. Вот из-за таких, как они, будет вторая волна вируса. Ну что, девочки, поздравляйте. Я скоро развожусь. И развяжусь. Да и по гороскопу мы с ним не подходили. Я телец, он нищеброд. Он ещё собрался делить совместно нажитое. Всё же ясно, ему долги, мне квартира. Что? У него фотка с худой бабой? Уже? Ну-ка покажи. Да это его сестра. Я чуть не померла. Чё пугаешься? А я его лишу права видеться с детьми. Ну и что? Что у нас своих нет? В мире много детей, и нечего им с этим уродом видеться. Я-то при замужестве фамилию не меняла, поэтому я при своей и остаюсь. Сучилова. А, нет, я-то Иванова. Это я ему комментарий пишу. Сучилова. Отправить. Так ты, придурок, я всё слышу! Можно тише плакать? Может, ещё не разведёмся? Я же люблю его. Ой, устала я от этого карантина. Одно развлечение – это вид из окна. А куда у вас окна выходят? На квартиру депутатскую. У него окна парарамные. Ого! Я за всю свою жизнь столько не видела, сколько там за один вечер. А однажды там темнокожая женщина прямо на него… Ой, кстати, пойду посикаю. Ой, не договорила же, прямо на него муку высыпала. Они что-то, видимо, готовили. Игрово развалялись там всякие, испачкались. А на ней же хорошо видно. Вот. Спасибо. А сколько солить? Да на глаз. Ты что, стой, больной, придурок, что ли? Сейчас на линзе сними. Это ты, больной. Как я без линзов вижу, сколько солить? Нет, ну ты псих, реально. Нет, это ты псих. Натана, вот сейчас без обид, но тебе стоит лечиться, реально. Это тебе стоит лечиться! Саш, ну ты что делаешь? Ну, а теперь я самокраю. Хорошо. Давай, теперь я тебе. Мам, а я год без четверок закончил. Молодец. Так, сиди тогда отдыхай, а я сейчас что-то вкусненькое приготовлю. Пап, а я год без четверок закончил. Малорик, ну все, иди переодевайся. Огород сам себя не вскопает. Ну и что это такое? Ты понимаешь, что драк надо избегать? Будь умнее, промолчи. Ну все, одевай капу. Ща мы ему наваляем. Ну и что мы сидим, телевизор смотрим? А на лето нам что, читать? Ничего не задавали? Задавали. Пап, ты что делаешь? Мне эту книжку задали на лето читать. Короче, слушай краткий пересказ. Мне кажется, у тебя проблемы. Подожди, что это какая-то болезнь? Вот это вот на шее. Ах, прости. Это твоя пустая голова. Однажды у меня спросили. Роман, а скажите, пожалуйста, а что вызывает у вас рвотный рефлекс? И я показал твою фотографию. Ты знаешь, говорят, что хозяева и их домашние питомцы очень похожи между собой. Как там твоя гадюка поживает? Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Кого? А я даже придумать не могу. Настолько ты неинтересный человек. И в конце нашего диалога я хочу тебе сказать, что ты мразь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok